Наша с вами встреча, как всегда, по понедельникам продолжается, несмотря на то, что лето. Спасибо самым стойким, которые приходят всякий раз. У нас сейчас два раза в месяц с вами по понедельникам. Поэтому очередная наша встреча сегодня. Меня зовут Олег Тарасов. Я являюсь партнером компании и спикером в Беларуси вместе с Алексеем Новымовичем. И сегодня я вам расскажу, опять-таки, философию компании. Немножко повторим пройденный материал, так называемый. И, конечно же, новости, которые на данный момент у нас есть. Итак, дорогие друзья. Да, многие в этом году повидались с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Он вернулся из длительной командировки в Арабские Эмираты. Там он пробыл более года. Мы с ним тоже виделись. Многие из вас тоже, кто присутствует у нас сегодня на встрече, тоже с ним виделись. Это очень здорово. Он похудел, несмотря на то, что иногда в этих арабских странах поправляется. Он молодец, в хорошей форме. Вот, с настроением. Сказал, что все движется, все меняется. Потому что, действительно, транспортная система зашла в коллапс. И, действительно, единственным решением, которое может быть закрыть все этот широкий круг проблем, является транспорт UST. Да, вот, Юницкий Стринг Технологис. Поэтому философия так и звучит, что, действительно, система предусматривает перевозку пассажиров и грузов в отдельном пространстве. То бишь, в воздухе над поверхностью земли, на втором уровне. Действительно, транспорт является безопасным, доступным, адаптивным, экологичным и энергоэффективным. Давайте немножко еще более глубоко мы с вами уже разбирали. Но еще раз повторим, какие же, скажем так, подпункты включают данные, значит, данные названия. Ну, безопасность, да, безопасность, значит, смотрите, идет распределение, идет, значит, расположение путевой структуры высоко над землей. То есть, получается, исключает дорожно-транспортные происшествия. Дальше движение по определенному маршруте, то есть, фиксированная колея. То есть, она отдельно вынесена, и там, как говорится, помните это выражение, да, не трамвай объедешь. Также тут получается, что вот данная колея, она выбрана изначально, и данный электромобиль, юнимобиль движется по определенной строго заданной траектории. Дальше получается противосходная система. Вот многие говорили, как, что, чего, тут имеется, если у нас есть, допустим, 4 колеса, то на каждом колесе будет противосходная система, и она настолько мощная, что действительно, как Анатолий Эдуардович говорит, и все, даже на одном колесе можно будет и уехать, и удержаться на данном, на данном пути. Дальше, автономная система управления. То есть, вы знаете, что очень часто человеческий фактор влияет на то, что происходят какие-то ДТП. В этом случае идет автономная система управления. Ну, скажем так, практически искусственный интеллект, но сейчас уже искусственный интеллект стал таким, даже где-то пугает им. Поэтому, я говорю, все автономно наблюдается с определенного пункта, где контролирует человек. Давайте так. То есть, смотрит за этой системой со стороны, как оператор. И, что немаловажно, также идет обмен данными между юнимобилями на линии. Вот как у нас на рисунке. То есть, этот юнимобиль видит следующий юнимобиль. Если он там притормаживает, то система вот это предусматривает все эти данные. Дальше, доступность. Доступность связана с тем, что низкая материалоемкость. Потому что одно дело проложить дорогу, либо это будет железная дорога, либо асфальтированная дорога. Другое дело, когда мы действительно выделяем такие опоры, между которыми натянуты довольно-таки небольшие по своей масштабности данная дорога. Либо это даже будет, если ферма будет, либо это будет, скажем так, дорога, которая будет провесная. Все равно там материалоемкость гораздо меньше. Дальше, минимальный землеотвод. Как я с чего и начал, что действительно есть опоры, которые могут располагаться на различном расстоянии от 50 метров до 2 и более километров между собой. И поэтому, конечно же, землеотвод тут минимальный. Дальше, получается, низкие эксплуатационные расходы, потому что действительно получается, что не влияет, допустим, снег, дождь и так далее, когда там это все размывает. Или насыпь, который нужно постоянно где-то там смотреть, чтобы она, как сейчас, идут дожди. В данном случае это все будет тоже исключено при этих дорогах. И автоматизированный перевозочный процесс, автоматизация перевозочного процесса. То бишь, получается, что все это автоматизированно понимает система, сколько людей нужно перевозить, какие. Тут не надо искать, скажем так, даже водители. Кто-то там заболел, кто-то нет. Здесь все, система автономна, то есть без водителей движется. Дальше, значит, адаптивность. Адаптивность связана с тем, что действительно, ну, в первую очередь, как я уже говорил, вот в Эмиратах мы говорили о том, что там построили метро вдоль огромных, значит, небоскребов, движется в одном направлении, это все хорошо. Но здесь получается, что иногда, то есть если это метро завернуть, допустим, куда-то налево-направо, тут уже невозможно. Потому что действительно вот эти вот проложенные рельсы, дорога, которая практически забетонирована, и там ничего не может ни расти, ни двигаться, то есть только метро. То в данном случае здесь получается данный транспорт, UST, он может двигаться, то есть мы можем его проложить в любом направлении, даже если это уже построены какие-то здания, вот как в данном случае на картинке, да, город и так далее, повернуть другое в любое место. Дальше получается следствие того, что существуют какие-то коммуникации, да, тут тоже не нужно, как в случае метро, как у нас сейчас в Минске устроят метро, видите, уже я недавно прочитал, что с 2013 года началось все это строительство, и вот третья линия, которая пока только существует, 4 станции, и еще планируется, может быть, в 24-м, а может быть, в 25-м, еще там откроют несколько станций, вот. Но тут уже все известно, что, как и чего, да, здесь же получается, Анатолий Эдуардович Юницкого, нам не нужно перекладывать вот эти вот коммуникации, какие-то кабели перекладывать, либо систему, допустим, водоснабжения и так далее. В этом плане тоже все можно рассчитать и поставить опору в том месте, где эти коммуникации нет. Дальше, ну, различные другие коммуникации, что вот тут еще хорошо, в чем сказано, что даже если нужно где-то проложить интернет, этот интернет, либо, допустим, электричество, оно может находиться непосредственно в данном рельсе, да, то есть проводить. Вот это тоже очень здорово, что мы имеем возможность провести в удаленные, значит, где будет проходить дорога, в удаленные места мы можем провести вот этот кабель, допустим, и электроэлектричество доставить, мы можем доставить туда интернет и так далее. Ну, в общем, вот адаптивность в этом плане максимальна, да. Ну, и, допустим, если взять экологичность, то тут можно много говорить, но уже все понимают, что это сохраненные природные ресурсы, потому что минимальные здесь, получается, идет, то есть здесь нет двигателя внутреннего сгорания, либо какого-то дизеля, бензина и так далее, поэтому здесь получается электрический. Дальше получается сохранение путей, здесь получается над землей, поэтому сохраняется природа, то есть все миграции, которые происходят в животных, либо почва, которая, в общем, она, пожалуйста, под засев, под различные, скажем так, культуры, либо это будет лес, либо это будет парковая зона. Вы знаете, что приезжали даже с Гуа, что там прекрасные, красивые места, и там никак не может проложиться либо какие-то асфальтные дороги, либо какие-то там железные дороги. И именно они рассматривают вопрос именно вот такого вот транспорта второго уровня. Дальше использование, значит, ну, как можно, электроэнергии, как говорится, да, отсутствие хлопных газов, отсутствие, допустим, шума и так далее. Это все сказывается на благо всей природе Матушки-Земли, на благо экологии. Ну вот энергоэффективность мы тоже с вами обсуждали, что действительно, если, скажем так, в среднем идет на 100 километров 10 литров, то в данном случае это будет где-то уходить. Ну, если так, в перерасчете, да, 1 литр топлива. Ну, опять-таки, это связано с этой технологией, с отсутствием каких-то препятствий. Не нужно лишнее торможение, не нужно лишнее, скажем так, то есть автомобиль сам знает, электроавтомобиль на втором уровне, он знает свой маршрут, он двигается. Поэтому в этом плане здесь предусматривается очень спокойное размеренное движение, да. Даже вот сегодня мы ездили с сыном на метро, которое старое, скажем так, старая ветка, да, вот и метро новое. И были поражены опять-таки шумоподавлением, то есть можно спокойно разговаривать на третьей ветке, да. Далее то, что это безопасно, потому что вторые вот эти вот дверцы находятся. Далее транспорт двигался настолько плавно, что действительно, ну, говорят, что там уже не нужен, скажем так, машинист там не нужен, да. Он, в общем-то, присутствует, но практически он не нужен. Так вот это вот действительно, то есть данный транспорт, он получается уже, что гораздо плавнее двигается, когда действительно рассчитана эта система. Нету резких рывков, нету резких остановок. А вот на втором уже, когда возвращались по второй линии, да, тут уже получается, что действительно у нас и несколько раз дергался поезд, несколько раз, значит, приходилось там за ручку хвататься, потому что многие люди иногда стоят и смотрят телефоны, да. Вот такие вот вещи. Поэтому это тоже сказывается на том, что, наверное, вот этот транспорт, когда будет исключен человеческий фактор, будет гораздо безопаснее даже в этом плане. Ну что, это, скажем так, повторили немножко, да, но вот я опять-таки говорю, вот это вот действительно наша встреча в феврале 2023 года, в начале года. Вот это была станция, которая действительно, анкерная опора, которая вот уже в такой замечательный, красивый вид в восточном стиле, да, написано вот Юскай Транспорт. Вот, и действительно красота в том, что само по себе это монументальное очень здание, да, меня очень впечатлила вот эта трасса. Но красота в том, что наконец-таки пришел этот вот уже, скажем так, 25-местный Юнибус Карат, вот, и мы сегодня с вами рассмотрим, как вот его привезли вот эта нижняя часть, вот эта вот часть, где находится мотор-колесо, их там 4, да, вот, и действительно вот у нас будет такая постепенная, вот, как Юнибус встал на рельсе, да, вот. Ну, в первую очередь, вот смотрите, здесь начинается рассказывать о том, что действительно установка была совершенно новой, вообще впервые это так вот делалось, да. То есть здесь уже, скажем, уже серьезный транспорт, транспорт пятого поколения, вот, и, ну, как и говорится, что создание новой альтернативной транспортной системы соизмеримо с созданием совершенно новой отрасли, о чем говорил всегда Анатолий Эдуардович, это совершенно новая отрасль создается, да. Вот, и вот этим процессом, это установка автомобиля на путевую структуру, команда разработала специальную раму, вот эта вот рама, которую мы видим здесь внизу, вот она держит, да, где пассажирская часть, и вверху, где ходовая часть, вот такая вот рама. И эта рама, она была действительно выполнена впервые, потому что, вы знаете, доставляли этот юнибус долгим путем, мы даже когда ездили в феврале, мы тут надеялись, что мы уже тут чуть ли не покатаемся, но он пришел только в апреле, и вот сейчас уже мы с вами можем сказать, что сейчас уже вот это вот все наконец-таки встало, ну, скажем так, пришел завершающий этап. Ну, давайте разберем, значит, смотрите, вот эта специальная рама, значит, она имеет четыре, ну, скажем так, в данной статье было описано четыре таких пункта, для чего она служит. Значит, в первую очередь, это жестко закрепленный, чтобы жестко закрепить модуль для обеспечения безопасной транспортировки. Второе, это безопасная загрузка и выгрузка модуля, то есть, да, вот получается, как его зацепить, чтобы вот все это за раму, все это, видите, такое специальная рама, опять-таки, я говорю, впервые разработана инженерами UST. Дальше, соединение тягового и пассажирского модулей. И вот тут мне поразило то, что всего два человека при работе двух человек, то есть, двух специалистов, в течение всего получаса пассажирский и грузовой модуль становится одним целым. То есть, просто великолепно. Представляете, вот такая мощная, такая сложная машина, ну, вот она шла в таком разборном состоянии, но всего за полчаса два человека составляют целый, вот полностью этот автомобиль готов уже к тому, чтобы быть единым целым. И четвертая, установка ее не мобили. И вот опять-таки, эта рама верхняя, которую мы видели, она действительно представляет такой, как бы, обрезок вот этого вот рельса, да, получается, как мы можем предположить. Так вот, эта балка, она, получается, жестко фиксируется с путевой структуры, а она фактически повторяет вот эту вот путевую структуру, да. И при соединении, получается, в видеофильме есть такое, что когда действительно вот эту вот балку соединили с жесткой структурой, просто работники подтягивали на таких тросах и, в общем-то, вставили, вот сделали такую, уже, получается, завели вот этот вот с этой балки на уже рельс. Вот, я, конечно, видео сейчас вам не включаю, но я думаю, что многие из вас посмотрели. Если посмотрели, поставьте десяточки, если не посмотрели, еще посмотрите. Ну, интересно наблюдать, там довольно-таки короткий ролик такой, но прошло все замечательно, да, спасибо, кто видел. Действительно, очень интересно, хотя все такая нарезка быстрая, вот, но впечатляет то, что действительно, как это было все задумано. То есть, действительно, и сделано так, что легко это соединяется между собой, да, легко транспортируется, легко поднимается. И вот следующий слайд, так и написано там, да, чтобы завершить процесс установки Юнибуса, просто подкатите автомобиль к станции, да. То есть, вот получается такой вот, скажем так, это слова не мои, это слова с этой статьи. Поэтому, таким образом, получается, что подняли вот эту раму, зацепили и, можно сказать, да, подкатили. То есть, это получается не по низу, а по верху уже. Вот такая вот здоровая система. И вот это теперь наша анкерная опора выглядит с таким вот, значит, с рельсом, который, да, идет второго уровня, дорогу второго уровня. И вот уже наш, скажем так, Юнибус спрятался вот в этом вот окошке, да. Он действительно смотрится таким вот, как бы, маленьким. На самом деле, когда мы были еще здесь, скажем так, на экскурсии в Минске, действительно, он на самом деле огромный, потому что он предназначен для перевозки 25 пассажиров, да. То есть, действительно, уникальная вещь такая, она вот, ну, смотрится, может быть, ну, сейчас посмотрим со стороны, как вот, ну, я смотрел. Ну, мне кажется, что сначала казалось, что там не может уместиться 25 человек, но потом, когда представил, ну, в общем-то, можно считать. Ну, конечно же, все это было, все уже рассчитано, продумано, поэтому вот такой вот получился у нас транспорт. Ну, вот, смотрите, вот он со стороны смотрится, да. Ну, вот, если вот видите, тут человечек стоит, маленький такой, да, который там, значит, тут уже можно предположить, что действительно здесь будет даже довольно-таки просторно. Ну, значит, в Шарже, в парке, значит, инвестиционном парке, значит, в Шарже тоже сказали вот это видео, да, видите, отсюда я взял. То есть, Юбас, Карат, First Steps, первые шаги. Итак, значит, в парке, в SRT парке произошло поистине историческое событие. Первый проезд Юбас, Карат, автомобиля, изготовленного по заказу Юскай Транспорт и никогда ранее не эксплуатирующийся. Здесь тоже давайте поставим восклицательные знаки, потому что действительно все поехал. И, конечно, это первые шаги, но он уже едет, он уже едет по, вы знаете, как мы все этого долго ждали. И это транспорт, который уже будет действительно разгоняться до скорости 150 км в час, что те люди, которые уже будут заказчики приезжать, они будут уже видеть эту скорость, они будут чувствовать эту мощь от этого, да, потому что я говорю, что когда мы там были, конечно же, вот это вот задираешь голову, смотришь на вот этот вот струнный рельс, и ты просто восхищаешься, я говорю, иногда есть вещи, которые тебя впечатляют. Меня, конечно, очень впечатлило, и сейчас, я думаю, что это, несомненно, очень впечатлит многих людей, которые там побывают, а особенно тех людей, которые думают об этом транспорте, чтобы привезти в свою страну, и, конечно же, это очень и очень здорово, поэтому я тоже, как и вы, несказанно рад этому, так что первый уже заезд состоялся, и на данный момент сейчас идет задача специалистов, чтобы вот этот важный шаг на пути разработки все зафиксировать, просмотреть и сделать так, чтобы действительно все эти заявленные компании, скажем так, все, что заявлено компанией, все будет сделано. Ну, для этого вот они, значит, сделали процесс ввода в эксплуатацию, он состоит из нескольких серий проверок, испытаний, регулировок, вот, и вот видите, тут уже даже вот такая вот система, из которой подводят, вот проверяют все, как, что, чего идет, отрабатывают, действительно, здесь, ну, филигранная, можно сказать, работа такая, он не зря называется, может быть, и карат, что действительно, вы знаете, карат это измерение, единица измерения бриллианта, вот, то я думаю, что вот здесь вот действительно такая уже работа, можно сказать, тоже ювелирная, да, вот так вот, можно сказать, Потому что и в форме карата такая, и получается, и работа филигранная должна быть, это действительно надо все выставить, все эти колеса, чтобы двигались, чтобы не было шума и так далее. Для этого будет проведено несколько различных тестов. Один из них имитационный тест, это инженеры используют компьютерные модели и стимуляции для оценки работы автомобиля в различных условиях и сценариях. Функциональные тесты, когда специалисты проверяют работоспособность всех систем, таких как двигатель, тормоза, электрика, климат-контроль. Вы знаете, что там сейчас тоже у нас жарко было, но там вообще жара, и даже зафиксированные самые большие температурные, допустим, даже ночью было в Саудовской Аравии, плюс 57, кажется мне, вроде такие ночью, представляете. Вот, то в Эмиратах, я думаю, не меньше, и у нас вот даже те люди, которые там живут, вот у нас сейчас Мэриана, тоже подруга наша, она с Беларуси, она там уже живет 15 лет, она тоже сейчас находится здесь в Беларуси и наслаждается нашей природой. Вот, поэтому, но так как в данном случае сейчас карат отрабатывается там, то получается, что климат-контроль, как вы понимаете, чтобы людям было комфортно. Ну и там дальше, ниже скажу, что действительно, чтобы температура так оставалась максимально комфортной для пассажиров, то есть это где-то 22-25 градусов. Дальше, тесты на безопасность. Требуются специальные тесты, чтобы убедиться, что транспортные системы соответствуют строгим стандартам безопасности. Безопасность превыше всего, да, вот, и способность пассажиров защитить в случае аварии. Тесты эффективности систем и энергоэффективности. Инженер проверяет эффективность потребления заряда и производительность системы, чтобы обеспечить оптимальную производительность автомобиля. Вот, и также тесты на шум и вибрацию, что тоже немаловажно, потому что я говорю, что очень важно, когда действительно в автомобиле хорошая звукоизоляция, когда ничего тебя не раздражает, никакие лишние звуки и так далее, поэтому это тоже очень важно для комфорта пассажира. Вот такие тесты должны будут пройти, после чего уже начнутся следующие этапы. Вот, ну вот посмотрите, еще такая вот картинка, меня тоже она очень впечатлила, потому что я говорю, одно дело, когда ты находился и просто вот смотрел на вот эту вот, допустим, на этот струнный рельс, да, а другое дело, посмотрите, какая вроде бы маленькая кабинка, но на самом деле она 25 человек будет перевозить, да. Вот посмотрите внизу, на каком уровне все это, ну вот по этой дороге мы все ездили, заезжали в этот вот в экотехнопарк, вот. Ну вот видите, вот сейчас это такая масштабная, действительно просто монументальная конструкция, которая очень и очень впечатляет, меня, например, очень впечатлила, я рад, что такая вот фотография есть вообще в моем портфолио, в моей сейчас презентации, вы тоже можете это увидеть и, в принципе, действительно сопоставить, представляете, вот как говорится, что мы будем двигаться с плавной скоростью, при том, что она будет очень быстрая, да, 150 км в час и при этом будем вот парить над землей, как птицы, да, то есть вот почему, как было такое выражение, помните в одном советском фильме, почему люди не летают, как птицы, да, ну кто-то там шустрый сказал, потому что у них нету крыльев, но зато у нас теперь есть юбас карат, вот так вот здорово, да, кто со мной согласен, у нас есть технологии, да, Анатолий Эдуардович Вениска, которые нам позволят это сделать и без крыльев, скажем так, вот, так что поставьте десяточки тоже, я буду рад вашим десяткам, если вы со мной согласны и в предвкушении такого действительно, такой уникальный, такого уникального проката, я думаю, что как только люди, от которых зависит быть в их стране или нет, проедут на таком транспорте с такой скоростью, наверное, как быстро распространился когда-то интернет, так наш транспорт быстро распространится по всей земле и будет называться Транснет, как и говорится, да, очень и очень здорово. Ну что, значит дальше, вот он тропический юнибус, он называется U4-212-01, это флагманская модель компании UST, в рельсовом автомобиле собраны все передовые разработки UST in Comparated, этот юнибус подойдет для применения в городских и пригородных маршрутах в условиях засушливого климата. U4-212-01 адаптирован к высоким температурам и влажностям. Автоматическая климатическая установка повышенной мощности обеспечивает поддержание комфорта для пассажиров температуры в салоне даже при плюс 55 градусах снаружи. Вот, ну просто великолепно, вот как тоже опять-таки красивая картинка. И у нас тогда был вопрос один такой, почему же сделали вот, ну все время же говорили об, скажем так, аэродинамике, но Анатолий Эдуардович сам ответил, что в данный момент при такой скорости это подходит, это форма данного юнибобиля, это первое. Во-вторых, заказчики именно были арабы, шаржи, и они именно заказали, что именно чтобы был 360 градусов объемный, вот скажем так, обзор. И как вы знаете, что многие вот это в метро любят, у них же там нету тоже водителей, да, то есть впереди можно садиться. И вот особенно вот так называемые золотые вагоны, где стоимость переезда в два раза дороже, нежели в других вагонах, да, то есть там называются золотые вагоны, и вот там тоже ты можешь встать вперед и смотреть или зазреть. Поэтому скорость данного юнибобиля 150 км в час, Анатолий Эдуардович говорит, здесь не требуется вот этих вот обтекателей, да, вот, но зато пассажирам будет приятно наблюдать впереди себя и либо там позади, вот как это будет, вот, в общем-то, 360 градусов обзор. И кроме того, есть второе еще такое мнение, что действительно вот эти вот обтекатели, они еще как минимум получаются вперед два метра, назад два метра. Если данный транспорт находится 4 метра, то получается так бы он был где-то метров 7-8. И получается, Анатолий Эдуардович тоже это рассказывал, что если бы у нас такие вот их будет много, допустим, будет час пик, то таких, при такой форме, то их может быть в два раза больше, потому что будет один подходить, наполняться, другой наполняться, третий, и будет больше на платформе уезжать, то есть не будет столпотворения, то есть это тоже настолько все продумано инженером Юницким, что действительно все это неспроста, что именно такой формы, что именно так вот он выглядит и так далее. То есть здесь все сложилось, и желание заказчиков, и именно то, что КБ Юницкого все отработало на 100%. Вот такие вот вещи. Но двигаемся дальше мы с вами. И это еще не все. Значит, после того, как завершатся все вот эти работы, да, вы знаете, уже сам рельс, он уже сертифицирован, анкерные опоры сертифицированы, и вот на данный момент, значит, в центре Юскай проходит монтаж еще тупикового, значит, участка, это пока картинка только, да, еще, вот, но я вам в прошлый раз показывал, что там уже все это делается, монтируется, потому что, опять-таки, желание заказчиков казалось, чтобы все-таки поднимался будущий пассажир, и не используя какие-то лестницы, лифты и так далее, а именно есть ли возможность с нулевого уровня запускаться. То есть, вот, допустим, сюда приезжает автомобиль, люди подходят, садятся, да, такое желание будет выполнено, да, поэтому данная платформа будет присоединена еще к такому, к нулевому уровню, то есть, вот, получается, да, продление, и после завершения возведения конструкции и проверки всего комплекса наладочных работ начнутся уже приемочные испытания путевой структуры полностью, скажем так, готового транспорта. И самый последующий этап – это завершение испытания всего комплекса. Я думаю, друзья, это будет просто фантастика, поэтому если, скажем так, планируется, скажем так, поездка туда, да, то есть, как вы сказали, что, возможно, еще будут, опять-таки, какие-то условия, кто-то уже выиграл поездку, но не поехал сейчас, да, потому что еще не готово. Но я думаю, что если это будет либо в конце 23-го года, либо в начале 24-го, либо там, вот, конечно же, огромное желание, я думаю, будет у всех побывать именно вот уже в транспорте, который действительно, это уже, считайте, очень серьезный коммерческий проект, который непосредственно будет продлен, потому что, вы знаете, приезжал и сами, значит, в это проходит сейчас в Шарже. Кроме того, приезжал шейх Шарлема Рассальхайма, тоже там Эмират есть, который граничит с Шаржей. Вот, поэтому я думаю, что вот этот транспорт, он может быть продлен действительно и до других Эмиратов, ну, конечно же, и Дубай, там Абу-Даби, вот, но я думаю, что вот это очень и очень здорово, что наш сейчас уже юни-бускарад, он уже все подвешен, он отрабатывается, он делается все, видите, все делается, это не просто там, скажем так, то есть кто-то чего-то придумает, это все заказы именно вот, скажем так, арабских шейхов, как они видят комфорт для своих, скажем так, людей. Поэтому я думаю, что мы будем видеть это все в такой вот, даже лучше, чем на картинке, как я хотел сказать, да, то есть всегда исполнение у Анатолия Дворовича гораздо лучше, нежели мы можем это даже представить. Кто со мной согласен, поставьте восклицательные знаки, и мы с вами идем дальше. Вот, ну, мы возвращаемся в Беларусь, да, потому что многие с вами, мы с вами побывали сейчас в нашем замечательном экотехнопарке в Марьиной горке, у нас есть там действительно акварель, спасибо за просто лес, лесосвязательных знаков, огромное спасибо. Вот, и, значит, там, конечно же, у нас есть тоже адресный проект, и, скажем так, мы его все прекрасно видели уже многие из нас, да, конечно, мы еще не катались, и на то есть определенные причины, но, скажем так, первый, может, возможно, это адресный проект, который будет именно связан непосредственно с Анатолем Дворовичем, потому что есть, как Анатолий Дворович говорит, я еще в 19-м году, он сказал, что не волнуйтесь, я как инженер сделал заказ у себя же, как у хозяйственника Юницкого в парке акварель, да, то есть первый адресный проект, он, возможно, будет именно сам, Юницкий заказал сам у себя и сам сотворил, да, свое детище. Ну, вот, компания действительно впервые представила продукт для коммерческого применения, вот, он называется Юнилайт, вот, такой комплекс подойдет для различных целей в качестве городского транспорта, на туристических маршрутах, для соединения с малонаселенными отдаленными районами, благодаря своей экономичности Юнилайт может быть использован в составе, привязан к какому-то наземному транспорту, допустим, если куда-то надо развиваться, и решить проблему последней мили. Выражение последней мили – это, то бишь, до конечного там пункта, до конечного какого-то там покупателя, так называемый, если это будет как грузовой транспорт, вот, то есть там, где может быть трудно, там не так много, скажем так, возможности проехать туда, ну, вот, есть такая вот возможность до конечной мили именно представить вот таким вот легким транспортом, как у нас Юнилайт. Коплекс организует эффективную доставку пассажиров на, допустим, на железнодорожную станцию, в порт, аэропорт или закрытую курортную зону. Ну, опять-таки, приведу пример, что вы знаете, что сейчас, допустим, ну, кто вы ездил, летал в Москве, в Шереметьево, там тоже есть поезда, которые до города везут, да, не помню, Домодедово или Шереметьево, да, ну, есть, вот. Дальше вот мы, когда в Эмираты прилетели, там уже у них очень огромный, скажем так, аэропорт в Дубае, и там, получается, множество терминалов. Так вот, мы когда прилетели с Минска, то нас везли именно вот в такой, в основной терминал на, тоже на, скажем так, на монорельсовом поезде таком, да, тоже он был без водителя, тоже зашли, вот это вот впереди, я даже снимал когда-то, что видел, что действительно интересно все это. Ну, скорость там была небольшая, километров 40. Здесь же, получается, тоже, вот, данный транспорт предусматривает скорость, ну, насколько мне помнится, 80 километров, говорили, да, что будет двигаться с этой скоростью. Но это тоже очень-очень здорово. Дальше, получается, значит, какая глобальная идея заказывается в продукт, предлагая рынка? Ну, отвечает Надежда Косарева, эта статья была, значит, интервьюировалась у нее. Значит, во-первых, она отвечает, что простое экономичное решение Unilight демонстрирует, каким должен быть новый формат мобильности. И, во-вторых, это экологическая составляющая. Поэтому, получается, раз он находится в акварели, вот это, вы знаете, парк и отдыха, и парк, где можно половить рыбку, искупаться, побывать в бане, просто отдохнуть там, да, покушать, соответственно. В общем-то, действительно, мы вот были, очень там много людей, и действительно люди отдыхают, восхищаются, и все уже, очень многие ждут, когда я даже встретил своего знакомого, который не верил мне, что мы с ним работали когда-то в другой фирме, вот, в одной, и он тогда говорит, что да, это никогда не будет, никогда не будет, и тут я его встречаю именно там, он тоже был не один там со своей семьей, и он говорит, а можно ли там прокатиться? Я говорю, ну, сейчас пока еще идет сертификация данного комплекса, вот, так что в недалеком будущем, конечно же, все будут там ездить и получать удовольствие. В общем-то, теперь он уже, вот мы с Алексеем встретили этого человека, он, конечно, вот так уже более внимательно относится к моим словам, и что действительно, скажем так, ну, скажем так, не инвестировал еще, но уже совсем по-другому относится к тому, чем мы занимаемся, да, вот. И, значит, вот в чем составляет экологическая составляющая? Это чистое транспортное сообщение с нулевым уровнем загрязнения, то есть с нулевым выбросом углеродного составляющая и минимальный уровень шума. То бишь, получается, что данный комплекс идеально вписался в концепцию экопарка-акварель. Понимаете, что если там люди отдыхают, где птички поют, где пчелки летают, да, где травка зеленеет, вот, солнышко блестит, да, там, конечно же, это не должно быть какого-то шумного такого из транспорта, который портит экологию, да, вот. Ну и получается, что так как площадь большая, то данный транспорт будет очень хорошо, быстро экономить время людей, которым надо, допустим, быстренько проехать до озера, допустим, Надежды, либо там чуть дальше и так далее. Вы знаете, вот этот транспорт 1120 метров, это трасса будет двигаться, вот, ну, мы чуть ниже скажем. Вот, поэтому в данный момент идут работы, да, тоже такая же вот картинка, да, то есть проверяются мероприятия, значит, для реализации первого проекта для коммерческого применения идут в соответствии с графиком, сказали. Вот, на данный момент он сертифицирован как грузовой транспорт. Уже на сегодня данный юнимобиль прошел около 2000 километров, то есть туда-сюда, вы помните, что его гоняют постоянно туда-сюда, нагружен он там или песком, или чем, ну, в общем, постоянно он идет в движении, да, и инженеры на данный момент компании производят проверку функционирования Unilite и настройку всех систем, то есть идет активная работа по его сертификации. Вот, ну, значит, какие там, опять-таки, я уже сказал, длина трассы 1120 метров, расстояние между пролетами около 250 метров получается, там две станции, вот, ну, то есть анкерная опора, да, гибкая путевая структура, четыре промежуточные опоры, одна из них поворотная, там, где вот баня, ну, кто знает, там, да, то прям тоже там, вот, над прудиком это все идет поворот, вот, и сам вот этот подвижной рельсовый электромобиль Unilite, вот, такая вот картинка, да, и иногда люди сидят, которые кушают в ресторанчике, вот он там тоже очень тихо мимо ездит, даже один раз кто-то снял, и получается, что какой-то шум-шум, а потом оказалось, что там просто фонтанчик бил, то есть фонтан перебивал вот этот вот звук, звук движения Unilite, вот такая вот интересная заметка, да, то есть вода в фонтанчике громче, чем сам движение Unilite. Ну, и вот наш дорогой Анатолий Эдуардович, он тоже, значит, там Надежда Геннадьевна давала, значит, интервью, здесь вот Анатолий Эдуардович тоже сказал о том, что задали им вопрос, почему же именно Unilite стал первым коммерческим проектом, ну, и ответ инженера таков, что своим успешным примером реализации первого рельса струнного транспортного комплекса мы показываем отсутствие рисков и финансовых потерь для наших будущих заказчиков. При разработке транспортного комплекса мы учли и туристическую направленность объекта, поэтому уверены, что наш Unilite войдет в число самых ярких красок акварели, вот, и приведет, привлечет еще больше посетителей в одну из лучших зон отдыха в Беларуси. Вот, ну, это такой ответ был. Дальше, получается, вопросы там тоже различные. То есть продукт, получается, действительно, Unilite опять-таки совершенный. Если мы там рассматривали в Эмиратах Карат, то здесь, вот, в акварели вот такой вот комплекс тоже получается. Но опять-таки он новый впервые, поэтому для него в законодательном поле Беларуси еще нет, не создана нормативная документация. Представляете, мы опять-таки в Эмиратах number one, да, первый и это. Здесь Белоруссия номер один, поэтому вот такие вот вещи происходят сейчас на наших глазах, да. Мы ведем кропотливую работу с государственными регуляторами по разработке и принятию норм, которые признающих Unilite, не только как грузовую транспортную систему, но и как систему для перевозки пассажиров. Поэтому те люди, которые говорят, ну, когда, 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 здесь уже зависит от проверяющих вот этих органов, которые действительно все будут давать. Вы знаете, кто сталкивался, начиная там от пожарных и заканчивая всякими электриками, то тут совершенно много, понимаете, то есть если надо все сделать безукоризненно, поэтому кто со мной согласен, поставьте семерочки. Но когда это уже признают, у нас, в Беларуси особенно, да, тогда уже, конечно же, я думаю, у нас появится, вот как мне хочется в это верить, появятся и другие проекты, и не только в Мариной Горке, но, в общем-то, и в других городах Беларуси. Вот, спасибо вам за поддержку. Вот. Ну и получается, значит, почему, на ваш взгляд, задает вопрос, полезен именно на территории вот экотехнопарка, да, экопарка. Территория акварели большая, да, экопарка большая, 168 гектаров. Наш Юнилайт будет выполнять задачи по транспортировке грузов пассажиров гораздо быстрее любого другого транспорта, преодолевая расстояние за короткое время, проходя над прудами и лесополосами. Второе. Наш комплекс будет выполнять функции обзорной экскурсии. Ну, о чем мы с вами говорим? Там, во-первых, очень красиво, да, и вот, ну, очень здорово будет проезжать, смотреть, видеть, как люди гуляют, как птички там летают, да, как там тот же зоопарк, проезжая над ним, да. Вот. Я думаю, что будет просто великолепно. Комплекс также идеально вписывается в концепцию аквареля, где основной акцент сделан на экологичность. Юнилайт потребляет минимальное количество энергии и не загрязняет природу выхлопными газами, не создает шумовой нагрузки при движении. Это настоящая находка для любителей отдыха на природе. Так оно и есть. Вот. Действительно же. Ну, и в продолжении того, что действительно мы сейчас, вот, когда были, я думаю, многие из вас были там, мы встречались, вот, я привез своих детей, они уже, скажем так, сын мой уже давно знаком с Эдуардовичем, вот, уже, скажем так, 4 или 5 лет он уже знаком. Ну, вот сейчас тоже дочка моя, она, ей исполнилось 18 лет, вот, и она тоже стала инвестором. Я думаю, что она очень гордится этим. Когда вот мы слушали лекцию Анатолия Эдуардовича, то тоже были, ну, вознаграждены тем, что Анатолий Эдуардович подписал моим детям книгу, вот, и я тоже этим очень горжусь. Поэтому у нас полная коллекция у папы, много книг подписанных Анатолий Эдуардовичем, и теперь у моих детей тоже есть книга. И я очень горжусь тем, что мы имеем очень непосредственно отношение к созданию тоже, вообще к тому, что прикоснулись к такому великому делу. Это действительно одно из самых-самых, когда лучших дел, которые вообще, наверное, в моей жизни есть. А детки, они с самого уже детства, то есть начинают прикасаться к тому, что надо беречь природу, что есть люди, которые об этом думали и думают, и сделают это, и всю жизнь посвятили этому. Поэтому это очень хороший пример, и я очень горжусь, что мои дети тоже сопричастны к этому великому, скажем так, событию, вообще к великому этому делу. Поэтому очень рад, очень рад. Ну, и, скажем так, заключающая такая новость, сколько у нас там по времени, как всегда, сейчас уже, так что, ну, побыстрей немножко. Вы знаете, что у нас есть Олег Зарецкий в Эмиратах, да, и вот сейчас еще есть генеральный директор, его зовут Сергей Тарасов. И у меня даже была фотография, когда я сфотографировался, с одной стороны стоял. Зарецкий Олег, Олег Тарасов, Тарасов Сергей. Вот мы такой сделали фотографию, вот, ну, так получилось, что действительно и имя есть, и фамилия есть, однофамильцы, да, вот. И вот он, было большое интервью, где он уже для арабских, скажем так, для местных людей, вот, снимали его, и он рассказывал, что и как, и чего. Вот это такое тоже большое интервью довольно-таки. Вот, видеоформат и, скажем так, печатный формат. Вот, и Сергей Тарасов рассказывал, что же, как же это все-таки работает, что эта система, как она подвешена, на каких канатах, для перевозки, чем она отличается, чем она отличается от канатных дорог, мы с вами уже это обсуждали, да, вот. И действительно, вот это вот колесо, почему оно, чем оно отличается, и вот тут тоже сказано, что мало того, что это низкоопотребляемая энергия, нулевой выброс углерода, но оно сильно отличается по энергоэффективности, потому что данное стальное колесо, вот я вам привожу этот пример, да, вот, Анатолий Дворич, это тоже говорит, что 100% соприкосновение, видите, ширина колеса полностью соприкасается с такой же шириной рельсы, поэтому идет очень большая сцепка, и она на 85, даже 99% это вот это трение качения, представляете, какая сцепка получается, оно лучше, чем отличается от того, на столько процентов отличается от катящейся резиновой шины, да, который мало того, что оно еще и тратится, большая часть расходов тратится на топливо, на вот это вот износ шин, чтобы на изгибание шин, а не на перевозку людей, и потом оно еще и получается, и вот это все истирание шины, оно меня вот эта вот фраза поразила, да, что, ну это Сергей Тарасов говорит о том, что изнашивается резина, которая была на шине, и получается, что вот эти мельчайшие частицы, которые распространяются по воздуху, в воду уходят, они также остаются в окружающей среде на такое же долгое время, как выброшенная шина, которая может существовать годами, вы представляете, вот это для меня, то есть вот эти вот шины, я видел, что то там валяется, то сям валяется, да, и оно практически не изнашивается, а вот эти микрочастицы, которые вот, гляньте за окно, посмотрите, сколько там машин двигается, и вот эти микрочастицы, вот они поднимаются, они тоже существуют годами, захламляют всю нашу прекрасную природу, захламляют, то есть забивают наши легкие, мы этим дышим, вот, поэтому вот такая вот картина, действительно, это тоже казалось для меня открытием, для кого тоже открытие, поставьте, пожалуйста, троечки, и, ну, тоже я об этом даже вот и не задумывался, представляете, вот, ну, дальше, опять-таки, как, какое разделение, вот, допустим, пространства в воздухе, значит, повышает устойчивость транспортной системы Юскай, это, конечно же, уменьшение заторов на дорогах, потому что нет, не будет там, скажем так, столько перекрестков и так далее, это снижение выбросов в природу и шумовое загрязнение, и, наконец, земля, за счет использования воздушного пространства над землей, первое, транспортная система, искать, требует меньше земли, да, потому что не нужно строить эти дороги, и второе, то, что получается вот эти вот точные, точечные опоры, да, то есть, опять-таки, не нужен землеотвод, поэтому он заявляет так, что мы дешевле, и это делает нас настолько доступными даже в странах, которые развивающиеся страны, да, то есть мы настолько доступны, что мы можем строиться в любых странах, потому что самое дорогое, как сейчас и всегда было, это земля, вот поэтому вот этот транспорт и в этом плане, то есть мало того, что забираем пространство, которое не используется второй уровень, так еще и получается, что это землеотвод тоже минимальный, точечный, скажем так, застройки. Вот эта картинка мне очень понравилась, она тоже была в статье, и в целом, вот, скажем так, Сергей Тарасов говорит, что Юскай Технология может помочь городам по всему миру достичь своей цели в области устойчивого развития доступного экологического транспорта, создания большого количества зеленых насаждений и содействия более чистой окружающей среде. Юскай Транспорт может революционизировать наши способы продвижения, предлагая более быстрые, эффективные, экологически чистые и доступные варианты транспорта. Вот такая статья, которую завершил Сергей Тарасов, и Олег Тарасов вам рассказал, да, и вот, вот это вот наша картинка, которую я немножко поменял, да, и теперь я назвал это так, то есть у меня в последний момент пришло, скажем так, вдохновение, и я, как всегда говорю, Леша, выходи на связь, да, я говорю, Юскай, запускай, мы кричим, да, а теперь мы можем сказать, Юскай, запускай, Юни Бускарад, ведь каждый инвестор ему будет рад. Вот на сегодня у меня такой вот стих получился, да. Можно уже издавать сборник стихов поэта Олега Тарасова. Да, маленькие, маленькие, скажем так, да, как они назывались, да, Катрен или как-то назывались, такие маленькие, маленькие четверостишья. Ну, если будет нужно, может быть, когда-нибудь, да, и так и получится. Вот пока, наверное, чем больше будет у нас строиться нашего транспорта, замечательно, чем больше будет выпускаться моделей, вот, действительно, вот, вы представляете, вот по такой струне может двигаться, ну, там в статье еще сказано, что вот как только у нас пройдет сертификацию Юни Бускарад, следующий у нас на очереди, что будет Юниконд. Он, опять-таки, будет двигаться по вот этой вот тоже системе, то есть это уже грузовой транспорт, который будет перевозить контейнеры. Поэтому, ребят, настолько все круто, что, действительно, вот, я знаю, что сейчас очень много людей, даже близких мне, работают и в других регионах. И, действительно, этот транспорт, который очень многим нравится, но который, действительно, немножко побаиваются где-то все. Но есть люди, которые не отступают и достигают целей, говорят, что нужно. Я знаю, что даже Анатолий Эдуардович тоже уже говорит о том, что подписан много таких контрактов, договоров и так далее, все. Но в силу того, чтобы, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи свои планы, поэтому лучше пусть мы знаем, что оно строится, делается, делается. Но когда вот, вот, пожалуйста, сейчас наблюдайте за вот этим строительством, а там дальше просто, я думаю, что пойдет, как грибы после дождя, наши проекты. Алексей? Грибы после дождя, особенно сегодня актуальны. Сегодня весь день дождь, грозы. Так что, как грибы у нас... И грибы будут расти, и юнибусы будут тоже у нас расти, и по всему миру с нашей такой синёкой Беларуси пойдут по всему миру, да. Потому что наш транспорт очень любят, особенно те люди, с которыми я общаюсь, они в восторге от него. И я думаю, что, конечно же, конечно же, такому транспорту, ну, просто зеленый свет по всему, по всему миру. Спасибо вам за приятные слова, которые написали. Вот. Ну, даже еще есть пять минут. Думал, да, думаю, что уже очень быстро, да. Да. Ну, что, Лёш, ждем, скажем так, очередных новостей, да. Вот. Август месяц. Вот. Так быстро пролетает лето. Ну, я говорю, событий тоже очень много. Все действительно движется. И я говорю, люди очень много... Где-то мы там пересекаемся, рассказываем друг другу. Вы знаете, вот из Киргизии большая делегация приезжала, тоже у них там большой интерес к данному транспорту со стороны чиновников. Вот. Сейчас вот мы когда были, когда моя сестра приезжала, то Надежда Косарева тоже сказала, что вот была делегация большая с Москвы. Вот. Она тоже была с хорошим настроением. Я думаю, тоже все было. Вот моя сестра, которая занимается Латинской Америкой, там тоже движется. Очень здорово все. Поэтому так вот. Только то, что вот, скажем так, по верху можно сказать. Вот. Поэтому я думаю, что мы с вами, ну, шампанское будем открывать уже в скором таком будущем. И довольно-таки много. У меня как раз лежит бутылочка, наверное, года, уже лет, наверное, 10. Ну и ждет своего времени. Пошел. Да. Очень здорово, Левш. Я знаю, что ты не любитель спиртного, но по такому поводу, я думаю, что, конечно же... Открыть можно. Открыть обязательно. Будем открывать. И не одно шампанское. Спасибо, дорогие друзья. Вот. Спасибо вам за ваши восклицательные знаки, за ваши, скажем так, положительные эмоции. Конечно, раз в две недели теперь мы читаем, даже получается раз в месяц, я с Лешей чередуюсь. Но это так забывается. Иногда даже вот, когда каждую неделю читали, было это так спокойнее. Сейчас где-то какое-то волнение лишнее, может, где-то там, получается, какие-то слова где-то забываешь. Но, в принципе, я говорю, общение с вами, несмотря на то, что через Zoom, дает очень положительную динамику, положительные эмоции. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Я думаю, что вы тоже получили удовольствие от нашей встречи сегодня. Спасибо вам. Тогда заканчиваю. Всего хорошего. Спасибо. Леш, что скажешь? Да. Ну, спасибо, Олег, да, за презентацию. Как всегда, интересную. Вот. Спасибо всем слушателям за присутствие, за слушание. Спасибо. Ну и увидимся через две недели. Да. 21 августа. Да. Все, спасибо, друзья. Пока-пока. Все.